Турецкий язык. Урок номер два. Правила гармонии. Аффиксы. Сегодня мы познакомимся с аффиксами турецкого языка, узнаем какие они бывают и как правильно соединять их со словами. Аффиксы по своим признакам можно разделить на три группы. Первая группа аффиксов это такие аффиксы, которые имеют в своем составе буквы А и буквы Э. Буква А это аффиксы для твердых гласных и буква Э аффиксы для мягких гласных. При выборе аффикса мы берем за основу правила большой гармонии гласных. То есть мы сначала смотрим твердый будет аффикс или мягкий, а дальше смотрим за соблюдением гармонии согласных. Звонкий он будет или глухой. Для того чтобы было понятно мы возьмем для примера аффикс местного падежа, который мы рассматривали в предыдущем уроке. Этот аффикс имеет основную форму да и де, то есть звонкую форму и глухую форму та и те. Для того чтобы соединить аффикс к слову сначала мы смотрим на последний слог слова и определяем каким он будет твердым или мягким. Если в последнем слоге слова есть твердая буква или заканчивается на эту гласную, это гласные А, И, О или У, тогда мы используем твердый аффикс. В данном случае ДА или ТА, дальше мы смотрим последнюю согласную букву, если она звонкая, то используем ДА. Если она глухая, то используем ТА, если же в последнем слоге гласная мягкая, например Э, И, О или У. Если заканчивается на гласную или последняя, согласная, звонкая, то используем D. Если последняя, согласная, глухая, используем T. Для того, чтобы было понятней, закрепим, рассмотрим несколько примеров. Как мы знаем, аффикс местного падежа, это как в предлоге в русском языке в, на или у. Эти слова отвечают на вопросы, где, у кого или у чего. Лиман. Порт. Сначала мы смотрим на последний слог. У нас там твердая гласная А, значит, будет твердая форма аффикса ДА или ТА. Смотрим, согласная у нас звонкая НЕ, значит, у нас будет звонкий аффикс ДА. Лиман ДА в порту. Буз, лед, твердая гласная У и звонкая, согласная ЗЕ, значит, у нас будет аффикс ДА. Буз, ДА на льду. ЖУРИ. ЖУРИ. Заканчивается на мягкую гласную И. Так как заканчивается на гласную, мы тоже выбираем звонкий аффикс. И с мягкой буквой Э получается ЖУРИДЕ. В ЖУРИ. КЕМЕР. У нас здесь мягкая гласная Э и звонкая, согласная РЕ. Получается звонкий аффикс ДЕ. КЕМЕРДЕ. В КЕМЕРИ. Или еще в турецком языке КЕМЕР обозначает пояс, ремень, то есть получается на ремне или в поясе, на поясе. ГАРДЕРОБ. ГАРДЕРОБ. Твердая буква О и глухая, согласная ПЕ. Значит, мы берем твердую глухую форму аффикса ТА. Получается ГАРДЕРОБ ТА. В ГАРДЕРОБЕ. ИШИК. Твердая гласная И и глухая, согласная КЕ. Берем твердый глухой аффикс ТА. ИШИК ТА. ИКСЮРЮК. КАШЛЬ. Здесь гласная у нас мягкая И. И согласная глухая КЕ. Значит, берем глухую и мягкую форму аффикса ТЕ. Получаем ОКСЮРЮК ТЕ. В КАШЛЕ. ОФИС. Мягкая гласная И. И глухая, согласная СЕ. Значит, мы берем глухую и мягкую форму аффикса ТЕ. Получаем ОФИС ТЕ. В ОФИСЕ. Следующая группа аффиксов. Это такие аффиксы, которые имеют в своем составе буквы И, И, У и И. В данном случае при выборе аффикса мы берем за основу правила большой гармонии гласных. Затем применяем правила малой гармонии гласных. После этого смотрим за соблюдением гармонии согласных. Для примера возьмем аффикс прошедшего времени. Этот аффикс имеет четыре формы. Буквы И, И, У и И. Первая звонкая форма, обычная форма. Это ДИ, ДИ, ДУ и ДЮ. И форма для глухих согласных. ТЫ, ТИ, ТУ, ТЮ. Теперь посмотрим, как мы применяем такие аффиксы к словам. Сначала мы смотрим на гласную в последнем слоге и определяем, твердый будет аффикс или мягкий. Если аффикс твердый, значит мы можем использовать только твердые формы. Это ДЫ для звонких, ТЫ для глухих, ДУ для звонких или ТУ для глухих. Дальше мы смотрим. Гласная буква является круглой или некруглой. Если гласная не круглая, то мы используем аффиксы ДЫ или ТЫ. Если круглая, то аффикс ДУ или ТУ. И после этого мы смотрим, если заканчивается на согласную звонкую, значит с буквой Д, ДЫ и ДУ. Если глухие, значит с буквой Т, ТЫ и ТУ. Точно так же мы делаем и для мягких гласных букв. Берем аффиксы с мягкими буквами, потом смотрим круглые или некруглые. Дальше смотрим, заканчивается на глухую согласную или звонкую. Для того, чтобы легче было понять, мы сейчас посмотрим на примерах. Куллан. Используй. Здесь у нас гласная твердая, некруглая. И согласная звонкая, поэтому используем аффикс ДЫ. Кулланды. Верш. Дай. Мягкая гласная Э и звонкая РЕ. Значит используем аффикс ДИ. Верди. СОР. Твердая гласная О и звонкая согласная РЕ. Значит мы берем твердый, круглый аффикс звонкой формы ДУ. СОР ДУ. БЁЛЬ. Мягкая гласная Э. К тому же она круглая. И звонкая согласная ЛЕ. Значит берем звонкий, мягкий, круглый аффикс ДУ. БЁЛЬ ДУ. Разделил. Яб. ДЕЛАЙ. Гласная А. Твердая, некруглая. И согласная ПЕ. ГЛУХАЯ. Значит берем глухую, твердую, некруглую форму ТЫ. Яб ТЫ. СДЕЛАЛ. КЕС. РЕЗАТЬ. Гласная мягкая Э. Некруглая. И глухая согласная СЕ. Значит берем такую форму аффикса ТИ. КЕСТИ. Разрезал. КОНУШ. ГОВОРИ. Твердая, круглая, гласная У. И глухая согласная ЩЕ. Значит берем аффикс глухой, твердой, круглой формы ТУ. КОНУШ ТУ. ГОВОРИЛ. ЭП. Поцелуй. Э у нас мягкая, круглая. ПЕ у нас глухая согласная. Поэтому берем аффикс глухой, круглой, мягкой формы ТУ. ЭП ТУ. Поцеловал. Возможно сейчас для вас немножко запутанно и сложно, но со временем, когда вы будете часто использовать эти слова, вы поймете, что так как соблюдается полная гармония, ваш язык сам будет находить какие аффиксы нужно вставлять. Но для этого нужно конечно же практиковаться. Последняя группа аффиксов, это аффиксы, в которых не соблюдаются большая или малая гармония гласных. Чаще всего такие аффиксы имеют один вариант формы. Но иногда у таких аффиксов имеется форма звонких и глухих согласных. Словообразовательный аффикс, например, ДАШ и ТАШ. Здесь при добавлении к слову мы не смотрим какая гласная у нас, мягкая или твердая, потому что этот аффикс имеет только одну форму с буквой А. Но у него есть форма для звонких и глухих согласных. Например, МЕСЛЕК это профессия, плюс словообразовательный аффикс ТАШ получается МЕСЛЕКТАШ, что переводится как коллега. Мы добавили аффикс ТАШ, потому что слово МЕСЛЕК заканчивается на глухую согласную. Или другое слово ЙОЛ, это ПУТЬ, плюс ДАШ, ДАШ, потому что ЙОЛ заканчивается на звонкую согласную ЛЕ, получается ЙОЛДАШ, попутчик. Или другой аффикс, это словообразовательный аффикс ЛЕИН, который тоже входит в группу аффиксов, которые не подчиняются гармонии гласных. Здесь мы не обращаем внимания на твердую или мягкую гласную букву. Для всех слов этот аффикс используется одинаково. Например, САБАХ, например, слово САБАХ УТРА, оно у нас заканчивается твердой гласной. И слово ГЕДЖЕ, это НОЧЬ, оно у нас заканчивается на мягкую гласную. Но несмотря на это, так как этот аффикс имеет только одну форму, мы добавляем САБАХ ЛЕИН по утрам или ГЕДЖЕ ЛЕИН по ночам. В последней группе аффиксов, в которых не соблюдается гармония, не так много и вы к ним быстро привыкнете. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. САБАХ 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 САБАХ